Включить видео, прошу прощения. Давайте, я сейчас... А, всё, всё готово. Так, всё? Да, отлично. Здорово. Здорово, добрый день. Прошу прощения за заминку. Я счастлива быть здесь сегодня. И я просто вдохновляюсь и уверен. Я спокойна за будущее своих будущих детей. О том, что они будут учиться в прекрасных школах. И слава богу, что такой тренд возникает. Ну, а я буду говорить несколько о другой направленности. Потому как я занимаюсь лингвистическим коучингом. И преимущественно для взрослых людей, состоявшихся профессионалов. Позвольте вкратце представиться. Меня зовут Елена Пронина. Я работаю в банке. Это моя основная специальность. Тем не менее, у меня первый диплом лингвистического университета. И вот несколько лет назад, смахнув пыль с этого диплома, аккумулировав опыт своей корпоративной жизни, мне была такая идея создания своего профиля в части лингвистического коучинга. Уже позже я узнала о том, что есть замечательная Рэйчел Пейлинг с ее прекрасными курсами Fish and Language Coaching, которым я присоединилась с удовольствием. Учусь у Рэйчел уже на третьей ступени. Но в тот момент я об этом не знала. И собственными силами, вот по наитию, по своей интуиции, я подумала, что стандартному процессу передачи знаний нужны какие-то инновации. Я подумала, что была бы хорошая идея добавить, может быть, разговоры о мотивации, добавить целеполагание, делать больше фокуса на клиента. Если позволите, следующий слайд. Мне представилась в голове такая картинка автомобиля, где в классическом образовании, как я обучалась, я очень благодарна своим преподавателям, они у меня все чудесные, но тем не менее за рулем этого автомобиля, моего процесса обучения всегда был преподаватель, который знал точно, куда едет наш автомобиль, с какой скоростью, куда мы в конце концов приедем. А я была, так скажем, пассивным участником процесса, да, у меня в голове было куча вопросов, я обожала английский, всегда старательно училась, но в целом общей картины, big picture такой в голове у меня не было. И вот коучинг у меня представляется так, за рулем автомобиля, то есть вот этого процесса обучения сидит как раз-таки обучающийся, да, клиент. Он рулит процессом, а я как коуч сижу рядом на пассажирском сидении, помогаю ему в процессе, помогаю сформулировать цели, следовать дорожной карте, сохранять его мотивацию на пути этого обучения, но тем не менее владельцем процесса является непосредственно сам обучающийся, он точно знает цели, он точно знает сроки, потому что он их сам поставил с моей помощью, и он точно знает, в какой момент, в какой пункт назначения мы с ним пребудем. Чуть позже я познакомилась с Рэйчел и узнала от нее массу полезной и новой информации в части о том, как работает нам в помощь нейронаука. Вот в данный момент я нервничаю, потому что ступаю на терроинкогнито. Это мое первое выступление перед таким профессиональным сообществом преподавателей, коучей. И я теперь могу объяснить, что происходит. Уровень кортизона, гормона, стресса у меня сейчас повышен. В результате чего? В результате того, что миндалевидная железа, амигдала, это зона у нас в мозгу, которая мониторит все окружающее пространство на предмет опасности или же на предмет кнута или пряника. И как только что-то в моем окружении, а сейчас для меня новый опыт, работает триггером для этой области мозга, тут же активизируется моя лимбическая система, система, которая отвечает за эмоции. К сожалению, увы, но факт, когнитивные функции передних долей мозга несколько снижаются. Поэтому мне сложнее собраться с мыслями и быть, так сказать, в суперформе. Но я знаю, что со мной происходит. Я могу себя взять в руки, и я использую дыхательную практику. Короткое дыхательное упражнение, когда я фокусируюсь на вдохе, выдохе, на счет. Пять счетов вдох, пауза, пять счетов выдох. Как наполненное дыхание обогащает мою кровь кислородом, помогает выйти на новым волнам, на более спокойные частоты, на более спокойные бета, даже альфа-волны, я успокаиваюсь. Для чего я привожу этот пример? Это та техника, которую зачастую неролингвистические коучинги используют со своими клиентами. Это одна из частей процесса, когда мы объясняем, что происходит с нами. Что происходит в тот момент, когда к тебе обращается иностранец, и ты стрессуешь, и не можешь ответить ему. Мы объясняем этот процесс, учим владеть собой, и клиент комфортнее себя чувствует. Это одна из таких вот фишек неролингвистического коучинга. Следующий слайд, пожалуйста. С позволения Рэйчел, я расскажу вам о принципе 5C, этот принцип пяти колонн, на которых строится, собственно, линва коучинг. Первая колонна, первый принцип – concrete requirements, конкретные требования. На первой диагностической сессии с клиентом по правилам, и далее уже полагаемся на желание клиента работать дальше. На первой установочной сессии мы проговорим конкретные требования, проводим диагностическое тестирование, когда мы хотим понять, какие зоны требуют дополнительной проработки. Здесь нет какого-то специального теста с... Говорим о технических событиях, и тем самым мы понимаем, внимательно слушаем клиента и понимаем, какие зоны требуют доработки. Вторая колонна – это clear targets and commitment – ясные цели и вовлеченность в процесс. Клиент здесь владелец целей, он владелец процесса, как я уже ранее сказала в примере с автомобиля. И здесь мы говорим о целях применения языка, то есть от более общего, я хочу свободно говорить по-английски, более конкретным целям, мы чуть позже затронем о том, как правильно формулировать эти цели, и о целях механики языка, то есть применения языка, его структуры грамматической. Третья колонна и ядро самого метода лингвистического кучинга – это беседа, построение эффективного диалога с клиентом, с обучающимся. Нужно выстроить оптимальный учебный процесс, чтобы, как я вот уже сказала, научить клиента владеть своим эмоциональным состоянием, оптимально, чтобы клиент был спокоен, потому что когда, опять же, затронута лимбическая система, как я уже сказала, несколько снижается способность восприятия материала, поэтому я не удивляюсь, когда в первом классе, я очень боялась нашу строгую, ну, прекрасную учительницу, это здесь уже к тому, что я очень эмоциональный человек, и думала, что ругает двоечника, ругает меня. Моя лимбическая система была активирована, и, конечно, мне очень сложно было получать новую информацию на уроке, поэтому здесь очень важно, чтобы процесс передачи знаний был максимально комфортен для клиента. Четвертая колонна Connection to Brain and Conferring Barriers, создание постоянных новых связей в мозгу, помочь клиенту узнавать новое через, опять же, беседу, через конкретные цели, которые мы обсудили, и мы выстраиваем уже материал обучения вокруг этих целей. Здесь коуч, как вездесущий фасилизатор, фасилитатор стимулирует процесс обучения, а также внимательно слушать. И если мы слышим о том, что есть какие-то барьеры, есть негативный опыт прошлых подходов к обучению, об этом вчера говорила Рэйчел утром, не знаю, если кому-то удалось послушать, она очень здорово рассказывала о том, как можно помогать клиентам преодолевать вот эти вот сложные моменты, чтобы двигаться дальше, убирать вот эти вот камушки, которые мешают двигаться свободно потоку обучения. Пятая колонна — completion, то есть процесс должен быть завершен. Та цель, которую мы наметили, она должна быть пересмотрена, и мы должны понять, она достигнута или же нет, и что нам нужно сделать для того, чтобы ее достигнуть. Подведение неких итогов, и двигаемся уже дальше к постановке новых целей. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь я говорю о том, что какие модели классического коучинга мы можем использовать в практике языковых коуч-сессий. Ну, классическая модель SMART, я уверена, коллеги много раз говорили о ней, она также применима к постановке целей при изучении языка. Цель должна быть конкретной, то есть, опять же, двигаемся от некой общей цели. Я хочу свободно говорить по-английски через два месяца. Ну, давайте будем реалистично и давайте конкретно прописывать, каких целей мы хотим достичь. Я хочу общаться свободно на тему политики, к примеру. Я хочу смотреть новости CNN и понимать 80% информации. То есть наша задача — направлять клиента к конкретике. цель должна быть, должна быть возможность оценить эту цель, да, то есть когда ты считаешь, эта цель будет достигнута, да, как ты поймешь, что она достигнута, мы должны мочь ее оценить. Цель должна быть достижима, опять же, про реалистичность, да, то есть если клиент заявляет, что он через два месяца хочет договорить свободно, при этом у него level elementary, да, базовый элементарный уровень, то, конечно, как профессионалы мы увидим, что эта цель недостижима и помогаем клиенту, опять же, трезво мыслить и достичь согласия с собой в более реалистичных целях. Time related, то есть здесь очень важный момент тайминга, когда ты считаешь, эта цель будет достигнута, да, какие временные рамки, и обязательно и коучу, и клиенту важно помнить эти все временные рамки, чтобы к ним периодически возвращаться, и чтобы это не была какая-то просто пустая практика. Далее от формулирования цели мы двигаемся к постановке цели, в общем-то, достаточно смежная область, да, модель grow, также я уверена, что клиенты, коллеги у этого модели упоминали, goal, какую цель я хочу достичь, какой результат я хочу получить, проговариваем с клиентом и прописываем, даже желательно, чтобы у него оставался этот контракт, чтобы он чувствовал себя владельцем процесса. Оцениваем реальность, где я сейчас, какие ресурсы у меня есть, есть ли какие-либо препятствия. Далее двигаемся к опциям, какие следующие шаги необходимо сделать, какие шаги необходимо сделать, чтобы преодолеть эти препятствия. Двигаемся к намерению, will, желанию, да, какие действия нужны, чтобы достичь эту цель, какие сроки и дедлайны, что ты будешь чувствовать, когда ты достигнешь этой цели, или, может быть, что произойдет, когда ты ее не достигнешь, какие чувства возникнут здесь. Но очень важно, чтобы любой процесс, любая беседа, которую мы имеем с клиентом, чтобы она заканчивалась на позитивной ноте. В этот именно момент у клиентов будут волшебные гормоны, допамины образовываться, и они будут поддерживать процесс, будет поддерживать мотивацию и помогать клиенту возвращаться снова и снова и снова к изучению. Модель Create, прекрасная модель Дэвида Рока, человека, который написал замечательную книгу про мозг. Рекомендую обратить на нее внимание, там очень много интересной информации о том, как функционирует наш мозг, работает. Модель Create очень похожа на модель Goal, но я ее использую для решения дилеммы, когда клиент чувствует, что не хватает ему времени на занятия, потому как я настаиваю на том, чтобы занятия самостоятельно были регулярными, иначе, простите, но цели в конкретной уроке достичь крайне сложно. Какова настоящая объективная реальность? Что происходит? Ну, я загружен на работе, вот я хочу похудеть, мне нужно в спортзал, и вот не хватает мне никакого времени на английский. Хорошо. Explore Alternative. Какие альтернативы у нас есть? Недавно, и тут я помогаю клиенту найти альтернативные подходы, найти какие-то промежутки времени. Например, ученые недавно выяснили, оказывается, что когда мы бегаем, наш мозг как раз-таки выходит на альфа-волны, которые так хороши для процесса обучения. Почему бы тебе, когда ты бегаешь в спортзале, не слушать, к примеру, ту запись, которую я тебе прислала, или не посмотреть то видео BBC или TED Talk, которое я тебе прислала, или тот фильм, который ты давно хотел посмотреть. И как только клиент говорит, ага, да, это для меня работает, вот этот момент, когда нам нужно поймать этот момент и, так сказать, законсервировать вот эту энергию момента, на высокой ноте закрыть эту дилемму. Я обожаю следующую модель филинг, я ее использую для пересмотра цели, когда мы уже близимся к завершению цели, важно понимать, где мы, в общем-то, стоим на карте достижения цели. Факты. Исследуем текущий статус по установленной цели, что происходит, где мы сейчас, эмоции, emotions, какие клиенты испытывают эмоции на этот счет, есть ли какие-то негативные эмоции, опять же, проговариваем, помогаем ему преодолеть этот момент, encourage, оказать поддержку на этом этапе, дать какую-то позитивную обратную связь, у тебя обязательно все получится, я вижу прогресс, ты же сам видишь, что ты можешь уже читать газету, да, еще там три месяца назад, ты не мог этого делать. Learning, изучение, что ты узнал о себе нового, что ты узнал в этом процессе, то есть перенаправить на некую такую интроспекцию, да, на самопознание, вот где здесь у нас включается осознанность, да, осознанный английский. New. Готовы ли мы к постановке новых целей, закрыли ли мы прежние, да, и начинаем уже, и goals, опять же, переходим к постановке новых целей. Вот такая прекрасная модель feelings, прекрасным названием, которое, опять же, обращает нас к чувственной стороне. Следующий слайд, пожалуйста. И, итак, очень люблю пример смещения парадигмы учитель-ученик, да, то есть учитель, как некий ментор, как какая-то фигура, которая знает больше, лучше и стоит над учениками, к парадигме ученик-клиент-коуч, к сотрудничеству, к партнерству. И держа в голове то, что мы партнеры, мы на одном уровне, мы выстраиваем первую сессию, или же сессию по пересмотру цели. Опять же, клиента нужно заранее подготавливать, говорить, например, давай на следующей сессии мы 15-20 минут уделим цели, да, клиент соглашается, и тогда вот по подобной модели можно провести пересмотр цели. Обязательно, это первая установочная сессия, мы проговариваем то, что нейролингвистические коучи сертифицированы и действуют по уставу IFC, соответственно, все, что происходит на сессии, это совершенно конфиденциальная информация, это также дает момент доверия и дополнительного комфорта клиенту. Далее мы двигаемся, мы рассказываем о том, а, и также обязательно мы рассказываем о методе, почему нейролингвистический окоучинг, почему нейро, да, мы говорим здесь, что мы будем какие-то моменты уделять работе мозга, управлению собственными эмоциями, далее мы переходим к моменту мотивации, от одного до десяти предлагаем оценить мотивацию, предлагаем взглянуть внутрь себя и ответить на вопросы, зачем тебе, собственно, понадобился этот французский, где ты будешь его использовать, в каких конкретно эриях, и вот здесь у вас возникнет некая картинка, некая картинка, вот, например, я сейчас приступила к изучению французского, почему я его упомянула, и я вот думаю, у меня практически необходимости его в нем нет, я просто очень люблю, как он звучит этот красивый язык, и, откровенно признаться, третья моя попытка к изучению, потому как сама дисциплина у меня самой хромает, сапожник без сапог, ну, я создала вот некий образ Южной Франции, где-то недалеко от Сантропе, прекрасные маленькие деревушки, и я путешествую и говорю свободно с французами, я себе сделала мудборд с некими фотографиями, и периодически возвращаясь к нему, когда я чувствую, что моя мотивация ослабевает, я с новыми силами возвращаюсь к процессу обучения, то есть здесь очень важно проговорить мотивацию, и помочь визуализировать конечный результат клиенту, и держать вот эту картинку в голове, и когда вы видите, что снижается мотивация возвращать к этому моменту клиента. Далее мы проговариваем мастер-цели, то есть цели применения языка. Для чего? Для работы, в каких конкретно областях, для ведения переговоров, для написания презентаций, для деловых поездок, для путешествий, где именно, я хочу общаться в отеле, я хочу общаться в ресторане, и так далее, то есть проговариваем конкретно, где, в каких областях клиент хочет использовать язык изучаемый, и прописываем это все в документе. Цели, механики, здесь мы говорим о грамматике языка, какие стороны хотелось бы наиболее сфокусированно изучить клиенту, какие стороны у него сильные и слабые, куда бы уделить дополнительный фокус, и уже после, здесь мы проводим диагностическое тестирование, проводим беседу, и говорим о том, что, позволь заметить, я обратила внимание, вот здесь, здесь и здесь есть моменты для работы, согласен ли ты с этим, если клиент согласен, тогда мы прописываем эти цели. Далее мы обсуждаем сроки, в какие сроки хотелось бы клиенту достичь в мастер целей, цели механики, здесь тоже нужно быть очень реалистичным и конкретным. И далее мы создаем уже самостоятельно план развития, прописываем некий контракт с клиентом, мы обсудили эти, эти цели, в эти сроки ты хочешь его достичь. И, как правило, на первый месяц занятий я предлагаю примерный план работы, и если клиент согласен с ним, то я ему направляю этот документ, опять же, на подпись, здесь очень важный момент, чтобы клиент принял ответственность за процесс на себя, и далее мы уже начинаем, приступаем к работе. Следующий слайд, пожалуйста. Итак, четыре основных момента, четыре основных таких метода коучинга, которые мы активно используем в практике языковой сессии. Активное слушание — это главный навык, инструмент коуча. Здесь 70% говорения клиента и только максимум 30% нашего. Мы слушаем эмоции, мы наблюдаем, что происходит с клиентом. Если мы видим какое-то напряжение, мы помогаем ему снять это напряжение вопросом. Мы говорим, что ты сейчас чувствуешь, что происходит, почему возникло это напряжение, помогаем его преодолеть. То есть опыт обучения должен быть исключительно позитивным для клиента. Мы слушаем его мнения и какие-то суждения. Почему это важно? Потому что мы можем, опять же, дальше материалы использовать такие, которые будут интересны клиенту. Здесь очень важно держать его фокус внимания, держать его вовлеченность. Слушаем его грамматику, какие ошибки, грамматику и лексику. Слушаем, какие ошибки, может быть, допускает клиент. И здесь очень важно оговорить заранее, в какой момент мы будем их корректировать. Корректировать сразу же или же в конце сессии, или же мы предложим клиенту самому найти какие-то несовершенства в его речи. Здесь уже, опять же, предоставляется выбор кучу его клиенту. Невербальная коммуникация. Будьте очень внимательны к жестам, к койзе клиентов, как он происходит. Опять же, задайте ему вопросы, где он сейчас, как он себя чувствует. И постарайтесь вернуть клиента в такой комфортный рабочий процесс. То есть здесь, конечно, от коуча требуется очень много эмпатии, очень много фокуса и внимания такой заботливой любви к клиенту. Сильный вопрос, главный инструмент коуча, это такие вопросы, которые побуждают клиента к поиску, к новым его открытиям, к вот этому ага-эффекту, да-да-да-да-да, я знал, я знал, я точно помнила об этом. Вот его необходимо вопросами подводить. Что еще можно сделать в этой ситуации? Ты говоришь, что это было сложно, а как можно было бы исправить? Если бы у тебя не было границ, то что бы ты вот сделал в этот момент, что ты готов делать для достижения цели? Это должны быть открытые, сильные вопросы, которые направляют клиента в процесс такого самопознания, размышления. Пожалуйста, избегайте вопросов почему, why, почему-то на этот вопрос прям блок становится, и на вопрос почему всегда хочется ответить потому. И крайне сложно с этой точки уводить уже дальше беседу. Обратная связь. обязательно должна быть позитивной. Это необходимо для выработки допамина, как я уже говорила, чтобы у клиента оставалось позитивное ощущение от процесса. Необходимо проявить эту эмпатию и избегать каких-то жестких оценок. Как нужно этого достичь? Методика сэндвич, пожалуйста, плюс-минус-плюс. Ты сегодня отлично справился с чтением, однако я обратила внимание, что нужно дополнительное внимание пассивному залогу уделить, но у тебя обязательно получится, давай, может быть, как ты считаешь, какие упражнения нужно выполнить, чтобы потренировать его дополнительно. То есть, здесь очень важно избегать каких-то жестких оценок и уводить от вот этого, может быть, какого-то неприятного школьного опыта прошлого клиента. также обратную связь можно выстраивать, то есть, задать клиенту вопрос, что получилось, чем ты доволен, какие изменения ты видишь, что бы ты изменил, если бы у тебя был такой шанс, да, далее вы, как коуч, даете свою оценку, обязательно позитивную или по принципу сэндвича, да, и далее вместе, что мы можем сделать вместе, как я тебе могу помочь преодолеть, как я могу тебе помочь ускорить этот процесс, дать клиенту ощущение, что он не один в этом процессе, что вы в нем взаимодействуете вместе. Следующий слайд, пожалуйста. Я так понимаю, мне нужно уже ускоряться. Итак, о некоторых преимуществах инфокучинга. Экономическая эффективность метода, особенно если вы работаете со взрослыми клиентами, здесь очень важно понимать им, сколько денег они будут тратить на свои занятия, да, а поскольку у вас по результатам первой сессии уже возникает некий контракт с прописанными целями и рекомендованным количеством сессий, то у клиента уже есть понимание, сколько денег он потратит вот на этот этап обучения. Brain friendly. Очень сложно мне перевести вот эту прекрасную фразу brain friendly на русский, да, но это вот такое наиболее комфортное для клиента, для его мозга процесс обучения, процесс передачи знаний. Очень важно удерживать вот эту комфортную среду, потому как она способствует формированию устойчивых нейронных связей. Эффективный результат обучения. Из моего опыта и тех клиентов, которые обращались ко мне, я обратила внимание, что когда клиент готов брать ответственность за свой результативный за процесс, то, как правило, тех целей, которые мы ставим, мы достигаем ранее установленных сроков. И вот эти вот новые достижения позволяют клиентам двигаться дальше. И более того, я обратила внимание на то, что не только в изучении языка, но и в их жизненной эффективности. в работе также намечены позитивные выступления. А также немаловажно и для нас, как для преподавателей креативность процесса обучения. Мы не используем учебников, только по желанию клиентов или только когда нужен какой-то конкретный грамматический материал проработать и обращаясь к учебникам. Но здесь у тебя простор для творчества. Пожалуйста, используйте слайды, используйте вырезки из газет, используйте видео, используйте все, что поможет вашему клиенту достичь наиболее эффективно тех целей, которые вы сформулировали. А также не забывайте спросить вашего клиента о том, какие стили обучения он предпочитает. Спросите его о том, как он лучше всего учился в школе или в университете, что ему больше всего нравилось. Например, я отлично воспринимаю информацию в видеоряда, и я люблю писать, так я запоминаю лучше всего. Я очень плохо воспринимаю информацию на слух, мне обязательно нужно видеть перед собой текст, я визуал. Хотя, Рэйчел опять же говорила об этом вчера, ученые отходят от этих стилей обучения, но люди не любят. Следующий слайд, пожалуйста, здесь просто несколько примеров из моей практики кейса клиентов. Вот с Константином мы продолжаем сейчас заниматься, просто я настолько радуюсь его достижениям, он как банковский слушающий вспомнил о проекте, который задумал много лет назад по робототехнике, и теперь я использую эти материалы для проработки даже грамматики, и мы сделали с ним презентацию о том проекте, который он хочет делать параллельно его банковской работе, да, и я использую эти материалы для того, чтобы проговаривать дополнительные какие-то моменты по грамматике или вводить новую лексику, так что этот метод, когда вы заинтересовываете человека, когда вы обращаете фокус именно на то, что ему интересно, это здорово работает. Вот, я не буду продолжать, я понимаю, что мне нужно уже закругляться, презентация будет на сайте, вы сможете ознакомиться, мои контакты также там, пожалуйста, я всегда рада ответить на любые вопросы, я благодарю вас за внимание, и надеюсь, что моя презентация была вам полезна сегодня. Благодарю вас, Елена. Спасибо.